Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о 16 стихе из 13 главы Евангелия от Луки. Я бы хотел обратить ваше внимание на слова, которые произносит Христос, обращаясь к старейшинной синагоге. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз в день субботний? В Евангелии содержится несколько рассказов о том, как Христос исцеляет именно в субботний день. И каждый раз это вызывает негодование, прежде всего, старейшин, первосвященников, точно так же, как и в истории об исцелении сагбенной женщины. И каждый раз очень интересны те ответы, которые Христос дает на слова упреков, потому что Христос в них дает какое-то новое понимание того, что есть суббота. И в этом смысле он преподносит нам урок богословия. Вообще, каким должно быть и наше богословие? Прежде всего, Христос вызывает всегда к здравому смыслу и к обычаям, потому что обычаи очень часто оказываются более гуманными, более человечными, чем наша теория, чем наша идеология или религия. Потому что религия очень легко превращается в законничество. И вот здесь Христос буквально переворачивает шкалу ценностей. Он обращается к своим оппонентам. Вы в субботний день разве не отвязываете ослика или бычка для того, чтобы его отвезти на водопой? Если вы из материальных каких-то соображений делаете подобные в отношении животных и относитесь к ним гуманно, почему же вы отказываете в милосердии, в милости к вашей сестре или вашему брату? И здесь, конечно, Христос потрясающим образом выстраивает логику своего рассуждения и очень точно подбирает выражения. И его выражения буквально вызывают взрыв в сознании его слушателей. Значит, представьте себе, помимо того, что просто человек, который привык без рассуждений буквально исполнять предписание закона и который привык с подозрительностью относиться к тем, кто этого не делает, законник, вдруг он совершенно иначе подходит к этой проблеме и употребляет выражение, которое вы в Библии больше нигде не встретите. Христос говорит «дочь Авраама». Значит, если ты гуманно относишься к животным, а теперь посмотри, перед тобой дочь Авраама. И в Библии встречается выражение «сын Авраама» или «дети Авраама», но нигде не встречается это странное сочетание «дочь Авраама». Перед тобой человеческое существо, которое заслуживает гуманного отношения не только потому, что всякий человек заслуживает гуманного отношения. Но посмотри, она для тебя никто, но для кого-то она дочь. Она дочь Авраама. И поэтому к ней нужно относиться точно так же, как ты относишься к самому себе. Она такая же наследница обетований и такая же возлюбленная дочь сама по себе. Не просто потому, что она жена иудея или супруга иудея, и поэтому наследница обетований. Нет, как таковая. И уже это выражение звучит совершенно по-новому и переворачивает шкалу ценностей его собеседника. Дальше Христос дает диагностику этой болезни. Он говорит о том, что сатана связал ее. Но, судя по всему, как об этом рассказывает евангелист, это чисто физический недуг. Вероятно, это сколиоз или какое-то другое заболевание, связанное с искривлением позвоночника. И поэтому Иисус, когда обращается к женщине, он говорит более реалистично. Он говорит, женщина, ты развязана от своей болезни. В наших переводах употребляется слово освобождение, потому что оно кажется более органичным для нашего слуха. Но буквально употребляется образ развязать. Ты была связана, и сейчас я тебя развязываю. Она была совершенно пригнута к земле, буквально сложена вдвое. А теперь она освобождается от этого бремени, от таков болезни. Но когда он обращается к начальнику синагоги, он ту же самую болезнь описывает другим языком. И этот язык будет более понятен его собеседникам. И Христа не смущает, что это мифологический язык, и здесь звучит это странное слово сатана. Это говорит о том, что когда мы употребляем эти слова, то нужно быть очень осторожными. Для Христа это совершенно безобидные наименования, поскольку они обозначают некие языческие идолы или духов земли, которых он не боится. Точно так же, как всякий, кто служит и поклоняется Богу Небесному, не может испытывать какого-то священного трепета или особого страха перед этими стихиями. Поэтому Христос об этом говорит спокойно, и это язык как будто мифологический. Но важно, чтобы его собеседники нечто открыли для себя, для того, чтобы их вывести из состояния тупого самодовольства, ожесточения. И обратите внимание на этот очень яркий образ Уз. Иисус развязывает то, что было связано. Точно так же, как в случае с бычком или осликом, которых нужно отвязать, привезти на водопой. Точно так же сейчас эту дочь Авраама, которую сатана связал, ее нужно отвязать. И это должно произойти именно в день субботни, потому что суббота – это день покоя, а значит день свободы, это день добра, спасения, освобождения и возвращения к жизни. Именно поэтому чудо совершается именно в тот момент, когда оно должно совершиться. Но самое главное – это то, что Христос открывает себя прежде всего как тот, кто развязывает, освобождает, исцеляет. Евангелист говорит, что женщина была настолько скорчена этой болезнью, что совершенно не могла выпрямиться, не могла даже посмотреть вверх. В каких-то похожих случаях Христос повелевает, например, парализованному «встань». Умершему он говорит «проснись». И очень часто это те же самые глаголы, которыми говорится о его собственном воскресении. И здесь есть какая-то удивительная параллель и созвучие. Конечно, исцеление человека и воскресение Христа – это не совсем одно и то же, но это очень близкие по духу и в чем-то очень похожие действия, которые совершает Бог. Есть ли какие-то предварительные условия для исцеления, для выздоровления? Есть. Условие состоит в том, чтобы передать Иисусу Христу власть над своей болезнью и над своим выздоровлением, над своей смертью и над своей жизнью. И, вероятно, в вашей жизни тоже вы встречали людей, которые в какой-то момент помогали вам расправить плечи, которые вам говорили «ты погибаешь, но я готов помочь тебе, только сделай усилия с твоей стороны». Есть ли даже простые люди, которых Господь посылает нам на пути для нашего духовного исцеления, способны совершить такие чудеса для нас? Точно так же Господь может совершить нечто бесконечно большее. Он нас развязывает от того, что нас держало в плену, что нас связывало. Что же нас очень часто связывает и от чего мы нуждаемся исцелиться? Это прежде всего от наших привязанностей и от наших страхов. Очень часто это бывают привязанности патологические, болезненные, греховные. Даже если мы не хотим называть их словом «сатана», то все равно мы прекрасно понимаем, что бывают моменты, когда эти узы ослабевают. И в тот момент, когда действительно узы ослабевают, когда оковы падают, то мы можем понять, что где-то рядом был Христос. Итак, самый главный и потрясающий урок из этого эпизода содержится в этих словах «дочь Авраама». Дочь не в смысле биологическом, как биологические дети, внуки, правнуки, но как человек, который становится наследником завета. Бог входит в твою жизнь как твой спаситель, твой отец и делает для тебя чудеса. И Христос — это тот, кто по-настоящему нас освобождает, развязывает от всего, что нас связывало и порабощало в этой жизни. Он пришел для того, чтобы возвестить узникам освобождения. Как Он сам применяет к себе пророчество Исаии, «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Пленным проповедовать освобождение, Слепым прозрение, Измученных отпустить на свободу, Проповедовать ли это Господне благоприятное?» На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...